я сейчас хочу выяснить основание по которым вы просите у меня документы какие можно объяснить то есть общее основание и не признаков правонарушения отлично правильно ли я понимаю что посредством проверки документов вы хотите выявить признаки правонарушения кто с вами шутит я тебя спрашиваю я был пристегнут в движении возможно вы будете возбуждать в отношении меня дело об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения выразившиеся в управлении автомобилем будучи непристегнутым ремнем безопасности будете возбуждать делать будете вы же были не пристегнут ремнем безопасность павел вы сейчас шутили серьезно вы утверждаете что я когда подъезжал к вам и когда вот вы увидели в движении автомобиль что я был не пристегнут да здрасте что далеко при нет нет вы начали ты с чего секунду секунду инспектор я даю вам еще один шанс третья попытка она же последняя что нужно сделать рукавишников и сюда рукавишников научи молодого что нужно делать когда остановил водителя так он не знает я вот ему третий шанс даю ну чё третий шанс последний а не понимаешь третий раз предлагаю сделать то что вы обязаны сделать соответствии с административным регламентом всем и действия можете обжаловать отказываетесь выполнить что я должен выполнить я консультирую платно тебя конкретно инспектор ну чё отказываешься чего отказываешься я нет выполнить требования регламента все мои требования законы какие твои требования ты еще не заявил ни одного требования я остановил представился вот вот подходишь не представился как не Усатов это не представление что ты должен мне назвать старший инспектор ДБС Усатов так старший инспектор чего старший лейтенант полиции вот видишь уже видишь потихонечку звание вспомнил теперь давай я тебе подскажу так и быть бесплатно не 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 секунду понял ты меня значит секунду я разберусь что мне делать инспектор Я требую от тебя уже Представьте мне, пожалуйста, как положено по закону Давай, пятый раз Ни разу Инспектор, я тебя, видимо, сильно огорчу Но вообще-то ты должен знать Что у меня записывается же наш разговор У тебя, к сожалению, нет дозора Но у меня-то весь наш разговор От начала до конца записывается И твое руководство, да ты рано радуешься И твое руководство, когда проверит Аудиозапись на ютюбе На моем канале, скорее всего Оно убедится в том, что ты до сих пор не представился Вон, посмотри, рукавишник уже стоит, смеется Маску хоть надел, но, кстати, не как Респотребнадзор указал На нос, надень, пожалуйста, Антон Я сейчас просто подойду, будь готов Зачем тебе вот это все нужно, правда? Ладно, поехали Выходим Я думал, Зайцева отправят Или не Зайцева Вот отправили не Зайцева Ну уж, конечно, странно, что рукавишников тебя отправили Очень странно Почему? Или ты сам вызвался? Это вообще странно Ну, потому что прошел год Вы, кстати, в курсе, что вот тот ролик с Зайцевым Он у меня сейчас в лидерах 6 миллионов, 100 тысяч просмотров Он самый главный Он самый смотрибельный Ладно, Усатов, иди сюда Представляться будешь? Я представился Ни разу не представился Смотри, я даже встану Я даже встану пониже, чтобы ты чувствовал себя Более уверенно в себе Не подходи ко мне, пожалуйста, близко Да понятно, что я обжалую твои действия Это все, что ты выучил Это все, что ты выучил Все мои действия вы можете обжаловать Конечно, я их обжалую Но только я их не обжалую А я подам сообщение о преступлении Хорошо, подожди А что в этом хорошего-то, инспектор? Ну подавайте, вы меня... Старший лейтенант Ты тон, измени свой Ты вообще, судя по всему, регламента не читал давно Инспектор Подождите, подождите Ты меня остановил? Ты давай со мной Разбирайся Ты же меня остановил-то Я по мне разобрался уже Как ты разобрался? Что ты от меня хотел? Сейчас я буду с тобой разбираться Я вам приду, приду Что? Что ты от меня хотел? Что далее Идут пешеходы Будьте внимательны Я всегда внимателен Не подходи, во-первых, ко мне Ты меня с какой целью остановил? Скажи, пожалуйста И не подходи ко мне близко Полтора метра нужно дистанцию держать Я тебя боюсь, инспектор Ты вакцинировался? Конечно Ты вакцинировался? Да Я тоже вакцинировался в октябре В справедливой части, пожалуйста, отойдите немножко Я не отойду никуда Я буду стоять там, где стою А если я что-то нарушаю Ты возбуди дело об административном правонарушении Но я тебя сразу предупреждаю Что я здесь нахожусь Как журналист сейчас Удостоверение показать? Чтоб ты успокоился? Не нужно Не надо? А ты зачем ко мне все подходишь-то? Я понять не могу Я хочу идти в справедливой части Я не хочу А, ну хорошо, хорошо Давай, переходи на обочину Все И не приближаешься здесь ко мне, я надеюсь, да? А то все, идешь, идешь Так ты не иди ко мне навстречу Зачем? Я не хочу рядом с тобой стоять Я вошел в справедливой части Это естественно Я ушел на обочину Так ты зачем ко мне что-то все приближаешься? Я понять не могу Так, Усатов Скажи, пожалуйста От меня как водителя Ты чего-то хочешь еще? Нет Нет Хорошо Теперь тогда я от тебя хочу И как водитель, и как гражданин Первое Каково было основание для остановки Транспортного средства под моим управлением? На данном месте ограниченное движение И поэтому я предупредил, что там идут пешеходы Чтобы вы были аккуратны На данном месте ограниченное движение? Конечно А где какие-то временные знаки Или постоянные, какое-то сообщение? Знаков здесь нет Знаков нет А на основании чего ограниченное движение? На законном основании На основании чего? Я спрашиваю Не делай вид, что ты не понимаешь мой вопрос На законном основании оно ограничено Ну, мне несложно задать вопрос Я думаю, сейчас все подписчики ждут И я его задам Пожалуйста На каком законном основании? Голос на меня не повышай Пожалуйста, можете все мы действия обжаловать Усатов, я правильно фамилию запомнил? Усатов А мы с тобой, по-моему, встречались когда-то В суде Возможно Точно! Я понимаю, что нахожусь в Лавыцком районном суде Кирской области Здесь особые порядки И плену в посетовжиховом суда особого значения не имеют К какому типу транспортных средств Относится снегоход Ямаха-Авентуры Который управлял Алюшин? В данный момент я сейчас не могу сказать Почему? Просто не могу Почему не можете? Просто не могу Что очень просто? Вы обязаны давать показания Вы отказываетесь давать показания в любом случае? Тогда ответьте на мой вопрос Ты ж тот самый Усатов, который с оружием в суде был Точно? По делу Алюшина? С оружием я не могу сказать Точно! Так там все удивились Я не мог бы Конечно не мог Но был почему-то с оружием Ладно, разберемся Слушай, Усатов Ты же знаешь, что ты ролик-то смотрел Танечка Это же знаменитый инспектор Усатов А я думаю, Антон Рукавишников тоже прекрасно знает этот ролик Усатов Я рад тебя видеть Теперь скажи Да я не кричу, я говорю так, чтобы ты слышал меня Я слышу Ну и очень хорошо Ну давай тогда потише А то ты меня все перебить пытаешься Усатов, ты чего от меня хотел? Я вам три раза объяснил Ну я не понял Я так и не понял Я вам предупредил, что далее на дороге Видят пешеходы, чтобы были аккуратны А я сам не должен видеть пешеходов как водитель? А я вас могу предупредить как инспектор? Почему я не могу? То есть просто так можешь остановить и предупредить? Тебе кто это сказал-то? Что кто сказал? Что ты можешь просто так остановить водителя и предупредить о том, что там пешеходы? Нет, не просто так, на законном основании. На каком? На законном. Ну это общие слова, на законном. На каком? Если вы хотите более подробную информацию, пожалуйста, обращайтесь в подразделение ГИБДД. В какое? В Слобоское. Как оно называется? Давай, куда мне обратиться? Как я могу обжаловать твое действие? Ты мне обязан разъяснить. Слобосковская, 13. Ну это адрес ты мне сказал. Слушайте, как называется подразделение ГИБДД, куда я могу, как ты сказал, обратиться? Давай, назови мне его. Ты не знаешь, где служишь? Ну так назови, я тебе подсказываю, назови. Межмуниципальный отдел Слободской, пожалуйста, туда обращайтесь. Неправильно. Давай, еще раз. Пожалуйста, в межмуниципальный отдел МВД России Слободской. Правильно? Вот. А ты что сказал? Межмуниципальный отдел Слободской. Ну ты чего? Во-вторых, так я обращусь. Только я обращусь не туда, вернее, не только туда. Я обращусь к прокурору и к руководителю следственного управления. Да ты не ори и меня не перебивай, усатов. А стой молча, когда вот я говорю, а я, допустим, закончу говорить, ты начнешь говорить. Понимаешь? Вежливые это люди культурные, так общаются. Ты зачем орешь? Конечно есть, конечно есть. Значит, сейчас, я сейчас, не вопросы, а у меня сейчас будет сообщение об администрации. Так ты не перебивай меня. Ты зачем начинаешь меня перебивать? Усатов, вот я говорю, а ты меня перебиваешь. Значит, доставай, пожалуйста, блокнот, ручку, чтобы тебе было удобнее. Я могу. Я знаю, что мне делать. Нет, ты без меня не знаешь, тебе нужны подсказки. Нет, нет, нет. Давай, доставай блокнот, ручку и будем работать, инспектор. Так, усатов, давай. Начинаем. Зовут меня Долгих Антон Витальевич. Пиши, не тормози. Да что вы? Зачем так? Да, усатов, я стою буду разговаривать так, как ты этого заслуживаешь. Пиши, говорю, быстрей. И не тормози. Вот ровно так, как ты заслуживаешь того, так я и буду с тобой общаться. Усатов, ты мне вопросы, пожалуйста, не задавай. Я буду диктовать. Я буду диктовать. Усатов, я назову сам свой адрес. А на твои вопросы я тебе сразу говорю, отвечать я отказываюсь. Понял меня? Все, не перебивай больше. Значит, адрес. Записывай. Кировская область, город Киров. Телефона нет. Ну и теперь поехали под диктовку. Заявление о возбуждении дела об административном правонарушении. Сразу говорю, хочешь пиши, хочешь не пиши. Я диктую. Ты глухой что ли? Я тебе только что сказал. Телефона нет. Усатов, ты слышишь меня? Слышал. Ты на своей волне. Очнись. Ты на службе вообще находишься? Конечно. Кстати, покажи-ка мне свое удостоверение, а то я вообще не понимаю. Сотрудник, вон рукавишник вас знаю, сотрудник. Ты вообще, кто такой? Покажи мне удостоверение. Вы сами тоже знаете меня. Ну, я подумал, я знаю Усатого, который был. А, ты решил меня поподначивать? А ты регламент-то давно читал? Усатов, что это у тебя там такое? Что это у тебя там в удостоверении? Тань, вот ты зря, кстати, тут не стоишь. А, да. Что это у тебя там такое в удостоверении, Усатов? Пожалуйста, удостоверение. Смотри-ка, убрал что-то. Так, Усатов Роман Алексеевич, старший инспектор дорожно-патрульной службы. Ага, действительно, до 29 мая 2024 года. Ага, лицо, ну, вроде похож. Не знаю, в маске, конечно, но вроде похож. Все, убирай, удостоверился. Отлично. Ох, Усатов, Усатов. Не повезло тебе сегодня, не повезло. Слушаю ваше сообщение. Ты думаешь, ты крутой, наверное? Ну, да что вы говорите. Ну, вот, правильно, не думай так. Вон, рукавишников стоит спокойно. Хотя мог бы, кстати, защитить коллегу молодого. Коллегу. Да, а что, ты его старше, кто кого старше-то, кстати? Он у тебя старше. Ты что, у него опять же папа, он же династийный у нас. А ты-то, мне кажется, так, из коровника. Антон Анатольевич. Давай. Значит, прошу. Так. Возбуди дело об административном правонарушении. По статье 19.1. Если слишком быстро, скажи, я притружу. Слушаю. 19.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ну, можешь сократить. Так. В отношении сотрудника полиции. Усатого. Нагрудный знак 43, дефис 0381. Так. Ты не пишешь, но это дело твое. Да, да, дело твое. Выпоминаю. Который. 04.06.2021. Это дата. Я вхожу. Около, ну вдруг не понял. Около 03.30. 10 минут без каких-либо законных оснований остановил транспортное средство Peugeot 408, которым я управлял в указанное время. В ответ на мою... Не все, не все. Пиши, пожалуйста. В ответ на мой вопрос об основании... Не будешь писать? Ну, дело твое. В ответ... Тогда я побыстрее. В ответ на мой вопрос назвать основание для остановки моего транспортного средства, инспектор ДПС Усатов отказался назвать мне основание для остановки моего транспортного средства, сообщив, что основание было законным, а его действия я могу обжаловать. При этом наименование подразделения, куда я могу обратиться с жалобой инспектор ДПС Усатов, назвать не смог. Первое сообщение. Ко второму готов? Говорил же я тебе пиши, а ты вот не хотел. Ну вот теперь вот вспоминай. Сейчас все зарегистрируешь. Максим, я же тебе говорю, у меня записано, мне легко будет потом это представить. А ты зря... А кто? Кто? Можно еще раз... Как вас зовут тогда? Усатов? Михаил, что ли? Вы же три раза произнесли мой имя. Произнес и забыл. У меня есть такая особенность. Мне надо с человеком нормально познакомиться, чтобы я его имя запомнил. А так, я же сказал для того, чтобы было. Так тебе еще сложно имя свое назвать, я же поверю. Поверю, поверю. Блин, прошу прощения, Усатов Роман. У меня просто знакомый был Усатов Максим. Роман, Роман Алексеевич, я прошу прощения. Прошу прощения, прошу прощения, уважаемые подписчики. Ну действительно, вот есть такая штука. Да, забываю некоторые имена. Ну что, второе? Поехали. Роман, а все-таки... Вот сейчас, допустим, передышка небольшая. Все-таки основание этой остановки, может, уже... Придумаешь? Давайте, в сообщениях у вас... Нет, я хочу... Будет сообщение. Я хочу знать, зачем ты меня остановил. Я вам разъяснил уже. Так на самом-то деле, ты же знаешь, что не разъяснил. Ты мне сказал, там пешеходы, будьте осторожнее. Будьте осторожнее. Так остановил-то ты меня зачем? Чтобы это разъяснить? Сообщение ваше оботора. Ты не пытайся меня сбить. Я вас... Это не... Ты же прекрасно знаешь, что я профессиональный юрист. Правда? Знаешь ведь. Сообщение оботора или не будет? Да будет, конечно. Я сейчас хочу выяснить. Зачем ты меня остановил? Ты мне так и не разъяснил. Я вам все разъяснил. Нет, не разъяснил. Все разъяснил. Нет, не разъяснил. Если что-то не устраивает, то обжаловать и пожалуйста. Конечно. Так я, чтобы обжаловать, то я должен от тебя получить ответ. Хоть какой-то. Ты мне хоть какой-то дай ответ. Я вам все разъяснил. Так нет. Ты сказал, законное основание. А какое законное это основание? Какое? Я же не прошу норму закона. Это уж для тебя слишком. Ты мне просто своими словами скажи. Вот как в школе, знаешь, изложения пишут. Давайте без школы. А почему давайте? Почему давайте без школы? Ты в школу вообще закончил среднюю или один из классов? Я вас сомневаюсь, что один из классов? Конечно будет. Конечно будет. Для того, чтобы мне сделать второе сообщение, я должен понимать, каково основание для остановки. Первое уже было. Я вам все разъяснил. Да ты мне ничего не разъяснил в том-то и дело. Ты сейчас не будешь. Отказывайся разъяснять. Отказывайся. Давай. Второе тогда. Сообщение о преступлении. Прошу привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции Романа Усатова. Нагрудный знак 43 дефис 0381, который 0406 2021 около 3 часов 40, видимо, да, около 3 часов, в 3 часа 40 минут, по моему мнению, превысил свои должностные полномочия, отказавшись назвать мне основание для остановки транспортного средства «Пежо», которым я управлял. В ответ на мои неоднократные просьбы разъяснить мне. Видишь, жду тебя уж так и быть. Добрый ты человек. Да-да, говорите, говорите. Дописал и говорите, говорите, говорите. То есть ты даже не благодарен мне, что я тебя подождал. Роман, 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 ты пойми, вот это твоя попытка быстренько свернуть тему и продолжайте, продолжайте, она успехом не увенчается. Я все равно буду вести диалог так, как я его считаю. Конечно, так мое мнение это определяющее сейчас. Понимаешь, вот ты меня остановил, и ты сейчас работаешь. Ты же скучал тут, видимо. Тебе скучно было. Вот поработай. Потом твои командиры будут работать. Хорошо. Прокурор будет работать. Все будут работать. Смотри, вот как ты думаешь, у меня что в руках? У меня еще в письменной форме тебе заявление готово. Да, пожалуйста, я приму все ваши заявления. Конечно, а куда ты денешься? Если ты забыл о том, что представляться надо, и забыл о том, как надо представляться, я тебе это напомню. С тобой занятия проведут. И более того, ты зачем-то подставил вот коллегу своего. Я бы не подошел, я бы, кстати, сам останавливаться не стал. Я бы доехал до других сотрудников, вручил бы им вот эти заявления и убыл бы во своей аси. Но я думал, остановят, не остановят. На, тебе остановили. Антон, опять остановили. Я всегда всем говорю, я никогда первый не начинаю. Никогда. Я всегда реагирую. Вот зачем он меня остановил? Ну, ты же прекрасно видел. Он вам и все объяснил, я прекрасно слышал. Так, Антон, у меня ведь еще и запись есть, правда? Есть, так и есть. Ну, ты в рапорте можешь там писать что угодно. Вплоть до того, что долгих оскорблял сотрудника. Но, к счастью, есть запись. Антон, я говорю, все разъяснил. Ты слышал, как он мне представлялся вначале? Инспектор Усатов. Ну, что это такое? Он что, забыл, как представляться надо? Я, кстати, к тебе обратился. Ты что мне не представляешься? Сейчас я к тебе приду. Сейчас к тебе приду. Рукавишников. Так, все, сообщение о преступлении тоже подано. Значит, теперь. Держи. Усатов. В письменном виде. Регистрируй. Да, конечно, я регистрирую. Тань, пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова